Поэтому прорабатывается каждая детальница. Ресницы опустились, взгляд какой-то вниз. Уши повисли у кого-то, если это собака. Следующим этапом пишите, следующее припудривание. Припудривание это уже закрепляет все ваш выполненный гриб. Помните себе ниже, что если используются волосяные наклейки, то они приклеиваются до нанесения труда. Если используются постежорные изделия, то они наклеиваются до нанесения тона. Это очень важно. Почему? Объясняю. Если вы наносите тона, потом приклеиваете усы или бороды, они у вас начинают отклеиваться. Поэтому на сухо, обезжиренное лицо, приклеиваются усы, борода, бакенбарды, брови. Одевается парик, салбом, если есть, потому что парики есть салбами, есть без лубов парики. То есть есть парик, который сразу с челкой. Он не приклеивается. Он просто глубоко одевается, закрепляется шпильками. А если парик идет отсюда, допустим, нужно большой лоб и полулысую башку, к примеру, то вы одеваете этот парик, лысина здесь, волосы свои прячете, лысина приклеивается здесь, а волосы вот отсюда уже могут идти, а здесь высая зона. Но это тоже все приклеивается на обезжиренный, потому что если то, то оно не будет держаться. Понятно? Да, а потом тонируется этот, когда выполняется тонировка, то уже тонируется все лицо. И под цвет, и даже вот эта резина, резина или латекс, из чего сделана ваша лобешки. Все, знаешь, поклевали. Понятно? Нанесли как бы вторую кожу, вторую пленку. Почему еще говорят, грим надо уметь носить. Два часа или три часа идет спектакль. Очень важно, чтобы вы не почесали, чтобы не то, потому что если вы сделали бледное лицо, вы почесали, а вдруг вы краснощеки. То есть уже, поэтому грим закрепляется в самом конце пудрой, и все, и лицо вы не касаете. Уже дело вашего мастерства, когда вы там изображаете слезы, рвать на себе волосы так, чтобы не касаться лица. Понятно? Это уже тоже.